О возможной отставке руководителя РФС Николая Толстых мы поговорим с бывшим вице-президентом этой организации Валерием Драгановым. Валерий Гаврилович, здравствуйте. Ну, основные претензии к Толстых, собственно говоря, это капелло или не только капелло? Нет, конечно, это не только и не столько капелло. Это часть деятельности РФС, в частности, господина Толстых. Основная проблема в другом. Мне кажется, что со времени избрания на пост руководителя РФС было время, чтобы осуществить три, на мой взгляд, очень важные функции. Объединить футбольную общественность, а через нее и обеспечить консенсус общественной подготовки к Чемпионату мира, поскольку сегодня государство свои обязанности выполняет, то есть создает инфраструктуру. А вот подготовка резервов, подготовка сборной и все, что связано со спортивной частью, на мой взгляд, отстает. Что вы имеете в виду? Я имею в виду, что чемпионат России зрелищно и профессионально, и в спортивном смысле не прогрессирует, а временами деградирует. А между профессиональной футбольной лигой и исполкомом то и дело возникают трения. Нужно иметь в виду, что профессиональная лига – это самодостаточная организация, это бизнес-проект. И с уважением относясь к регламентам и законоположениям, которые находятся в компетенции Российского футбольного союза, необходимо также исходить из того, что инвесторами основными для поддержания той же зрелищности футбола, той же подготовки футболистов, все-таки лежит на клубах. Однако государство в последние годы очень серьезно поддерживает футбол и немалые средства вкладывает. И в этом смысле президенту РФС надо было бы стать лидером общественного мнения в этой части, и пропаганда футбола, особенно детского, школьного, должна была идти не на фоне проблем зарплаты Капелла или борьбы с коррупцией, которая развернута, может быть, и правильно, но всему свое время и место. Скажите, а в ведомстве же Российского футбольного союза хотя бы пропагандировать или создавать детские спортивные школы, какие-то кружки на дворовом уровне, чтобы молодых футболистов привлекать, как-то вовлекать во всю эту футбольную жизнь, а не акцентировать внимание действительно на зарплатах тех людей, которых покупают в основном из-за рубежа? Удивительным образом эта функция подменена. К счастью, есть министр Мутко, который знает толк не только в делах футбольных, но и он является хорошим членом правительства. Вы сейчас с иронией или серьезно? Какая ирония? Я с господином Мутко работал в исполкоме Российского футбольного союза. Я бывший член правительства, я бывший член парламента. Я отвечаю за свои слова, и я с уважением отношусь к Николаю Александровичу Толстых. Но нужно стать лидером организации, членами исполкома, которые являются разные государственные, общественные деятели, крупные бизнесмены, которые вкладывают в футбол. А государство со своей стороны безоговорочно и стабильно финансирует футбол. Есть большая внешняя деятельность, которая временами на плечах президента страны Владимира Путина, я имею в виду подготовка к чемпионату мира, господина Шувалова, того же Мутко. И это очень странно, что президент РФС здесь немножко затерялся. У меня нет упрека лично к Николаю Александровичу. Я просто скажу из того, что мы все порядочные, наверное, умные люди, но мы находимся там, где мы находимся, для того, чтобы стать во главе такой мощной организации, как Российский футбольный союз, будучи избранным демократическим путем. И, кстати, сегодня соблюдены демократические процедуры, что похвально. Не было никакого скандала, не было такой сенсации из ряда вон выходящих. Я делаю виду к тому, что нужно быть лидером организации. Болельческое сообщество более заинтересовано в стабильном развитии, в общественном дискуссии на тему футбола. То есть не хватает харизматических каких-то качеств в толстых? Простите? Ну, харизматических качеств каких-то не хватает. Умения работать в команде, ну, без обвинения, вот на ваш взгляд. Вот смотрите, есть исполком, в состав которого входят очень крупные деятели от политики, государства и бизнеса. У них есть точка зрения. Николай Александрович по долгу службы является неким модератором. Так вот, модератором я не знаю, каким он является на исполкоме, но ретранслятором, передатчиком общественного мнения, потому что я пользуюсь информацией от вас, а не по слухам. Он является не очень качественным, поскольку быть спикером, это значит быть лидером общественного мнения. Общественное мнение складывается из решений исполкома, из мнений болельщиков и все то, что происходит в футбольной кухне. Все это должно быть открыто, прозрачно и демократично. У него все есть человеческие и профессиональные качества для того, чтобы разбираться в футболе. Но, очевидно, этих качеств недостаточно для того, чтобы управлять таким сложным хозяйством, каким является футбольная, не просто ассоциация, я бы сказал, сообщество. Вы говорили о трех причинах. Мы сейчас разобрали более-менее одну. Вторая, это вот личные качества, да? Да. Третья тогда? Третья заключается в том, что пагубная вещь в любой деятельности потерять доверие инвесторов. И непрекращающаяся дискуссия вокруг капелла, она не просто вывела из себя болельщиков, она уже становится неким пятном на России, если хотите. Потому что футбол очень сильно пронизывает общественные нити в глобальном масштабе. Если нет доверия инвесторов, думать об инвестициях, особенно в преддверии чемпионата мира, мечтать об инвестициях и приближать эти инвестиции, подписывать соглашение о развитии футбола, о реализации региональных программ, об участии бизнеса в создании инфраструктуры, методик, новой плеяды молодых тренеров, чтобы бизнес на каждый вложенный рубль от государства, а государство, повторяю, вкладывает много, и много уделять внимания, пришло 3, 5 и 10 частных рублей. У нас минутка. Вот как вы думаете, значит ли это все, что сейчас будет назначен некий кризисный управляющий российским футболом, условно говоря? Да нет, все гораздо спокойнее, чем вы думаете. Может быть, я недооцениваю. Я повторяю, никакой сенсации нет, несмотря на то, что эта новость взорвала медиапространство. Пройдет конференция, если Николай Александрович не пожелает раньше это сделать. Кстати, на конференции я вношу предложение. Пусть Live News возьмет на себя одно из центральных агентств. Нужна свежая голова, свежий экспертный доклад наряду с другими докладами на Российском футбольном союзе в соответствии с уставом. Пусть свежая голова от Live News или какого-нибудь медиа-объединения в лице какого-нибудь спикера тоже выразит свое мнение. И это будет мнение болельщиков. Мы передадим вам хороший спортивный эксперт. А вот кто, по-вашему, мог бы возглавить футбольный союз? Ну, пару кандидатур осталось буквально несколько секунд. Я не стану называть фамилии. Во-первых, это будет обидно по отношению к Николаю Александровичу Толстых. Во-вторых, я уважаю всех членов исполкома. Но некоторых из них я упрекаю в излишней кротости, что называется. Ведь проблемы, которые обсуждает футбольная общественность, являются не только обязанностью Толстых, но и обязанностью членов исполкома. Любой из членов исполкома может претендовать на эту должность. Но может выявиться и другая фигура. Но главное, чтобы эта фигура устроила как минимум четыре группы. Первая группа и главное, это болельщическая среда, болельщики, что называется, граждане России. Вторая группа это бизнес-проекты. Это формирование пула для инвестирования в футбол. С государством нужно наладить отношения, чтобы законодательные предположения имели хорошую перспективу и принимались очень быстро. И конечно, я думаю, может быть я слишком громко скажу, доверие президента, правительства и всех, кто участвует в подготовке на чемпионат мира, неизбежно должно быть ответственностью и обязанностью будущего президента. И победительнейший. Спасибо большое. Бывший вице-президент РФС Валерий Драганов рассказал о возможной отставке руководителя Российского футбольного союза Николая Толстых. Редактор субтитров А.Семкин